У входа в санаторий «Юность» звучит оркестр. Гостей встречает живой коридор из сотрудников пограничной службы. А в зале для торжественных церемоний уже ждут прибытия знамени Победы. Главный момент – точную копию одного из главных символов Великой Победы – передают санаторию «Юность» от Золотого Колоса. Там стяг хранился всю прошлую неделю. Флаг приветствует персонал санатория, ветераны. В зале много детей. Это ученики хостинских школ и гости из разных городов России, которые отдыхают в санатории. Оттого еще более важной кажется миссия эстафеты памяти. В санатории детский у нас в настоящий момент находится 300 детей. Поэтому вот та память, которая есть у нас, она сохранилась у меня. Ее надо передать детям, чтобы они несли ее и передавали своим детям дальше. Потому что, дай бог, чтобы такой войны больше не было. Почти ровесницей сидящих в зале детей в годы войны была идея Морозова. Фронтовая медсестра, донор, отдала почти 80 литров крови. Хорошо помнит, как в первый раз под Воронежем ее кровь спасла жизнь. Солдат оказался художником. В благодарность нарисовал вот этот портрет. Его идея Валентиновна пронесла через всю войну. Отреставрированный же хранит до сих пор. Там была оберточная бумага. Оторвала я оттуда кусок карандашей. Два таких было огрызка. Красный и зеленый. И потом коричневый он строгал спичку. Серую строгал со спички. И делал такой вот. И нарисовал. И этот портрет со мной ездил, ну, это было уже 65-66 лет. Вклад медсестер и врачей в дело Победы переоценить сложно. Так же, как и всего Сочи, который в годы войны стал городом-госпиталем. Первых раненых на курорте приняли в августе 41-го. Последние разъехались лишь в 47-м. 500 тысяч человек здесь поставили на ноги. Уже принято решение о том, что осенью этого года в городе будет проведена научно-практическая конференция для того, чтобы обобщить весь тот опыт, который в ходе поисковой работы школы находят какие-то интересные факты, события. Юнец стал 13-м санаторием, который, будучи в годы войны госпиталем, в знак памяти принял точную копию Знамени Победы. Здесь флаг пробудет неделю. После отправится в санаторий «Правда». А 9 мая Знамя Победы понесут во главе Бессмертного полка. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.